Может ли человек с одной почкой призваться в армию? Вот сегодняшний выпуск центрального телеканала новостей 11 февраля 2022 года. И тут вот скандал такой, что парня, он как потом говорит старослужащий толкнул, он упал почкой на трубы в туалете, где краны были, сильно ударился, и потом почку пришлось вырезать. А потом ему говорят, что то не вырезали, а вы вообще без почки были. И вот они взяли интервью тут у всех, которые были причастны. Вот этот солдат комиссованный срочной службы, видите, вот аннотация на Днепропетровщине. И он вот эту всю историю рассказывает, что родителям он стеснялся рассказать. И подробно они все взяли интервью и в военкомате, где он призывался, что были сколько комиссий, это его мама, проходил он и такую, и районную. Вот это военком говорит, что не могло такое быть, чтобы четыре медкомиссии призвали с одной почкой. Ну вот не заметили. И спрашивается, ну если есть неуставные взаимоотношения, как так общество до сих пор столько не реагирует? Вот смотрите, свидетельство праха, болезнь тут приведено в репортаже. Ну одним словом в армию пошел, как говорится, человек здоровый, и вот так вот получается. Хотя вот открыть уголовный кодекс, это действующие со всеми изменениями. Вот тут есть раздел в уголовном кодексе. Военные преступления. Вот с этими служащими. Сейчас я открою начало раздела. Вот оно, раздел 19. Уголовные правонарушения против установленного порядка несения военной службы. Военные уголовные преступления. Вот видите, со всеми изменениями, тут последние в 2018 году название раздела изменили. И тут смотрите, какие идут в основном преступления. Понятие войску, военного уголовного правонарушения, непокора, неподчинения. Вот видите, сразу, как говорится, как, ну армия это дисциплина. Потом идет неисполнение приказа, 403 статья. 404. Опер начальниковый об упрямушивании его до порушения службовых обовязков. Ну, опор, ну, противодействие начальнику или его принуждение к нарушению службовых обязанностей. Ну, опер, это по-русски будет, как бы сказать, противодействие. Статья 405. Угроза или насильство, что-то по отношению к начальнику. И вот 406. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими за отсутствием отношений подчиненности. Ну, это имеется в виду, вот как они в казарме там находятся, там солдаты, ефрейторы, ну, прямого подчинения нету. И тут, смотрите, за вид судности подчинениями, насильство, побои или и насильство. Наказывается арестом на срок до 6 месяцев или треманием содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до 1 года. Или лишением воли на срок до 3 лет. Ну, в советское время я слышал дисбат, то был дисциплинарный батальон, жестокая штука. Что там, если получал человек год или два, там с них, как говорится, 3 стружки снимали. Там был такой распорядок у них железный и все такое. Что-то так я когда-то слышал. Вот тоже действие в отношении нескольких личностей, которые средние или легкие телесные повреждения, а такое, что имеет также характер знущания или глумления, ну, издевательства или глумления над военнослужащим, карается дисциплинарным батальоном на срок до 2 лет или волей на срок до 5 лет. Ну, смотрите, при Сталине не было ж такого, никто ж не говорит, что когда-то раньше была дедовщина в армии. Если тогда была дедовщина в армии, это подрыв обороноспособности страны. То есть враг народа, диверсия, сразу 10 лет, 15 на лесоповал. Молодой сил, куча идей, вали деревья, если ты хочешь подрывать дисциплину. Ну, как это, нельзя навести порядок, за что ж офицеры получают деньги, содержим все. Они будут и льготную пенсию имеют военные раньше, и все. Тут статья 407, самовольное оставление воинской части или места службы. Ну, одним словом, вот уголовный кодекс мы посмотрели. Это вот видите, сколько тут в него изменений в уголовный кодекс Украины вносили с 2001 года, и пошло второй, третий год с законами, потом Конституционный суд, что-то там нет, и пошло дальше с законами каждый год, как решетов. Вот смотрите, сколько тут этих изменений. Штук до 100 изменений, и приняли его в 2001 году. То ли так плохо его разрабатывали, то ли это, что люди уходят от ответственности. Есть еще уголовно-процессуальный кодекс, который именно все вот эти вот регулирует, сколько, когда подозрение выписывается, сколько арест длится и все остальное. Есть вот, чтобы вы знали, уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс. Их на сайте Верховного Совета можно найти в актуальном состоянии. А недавно случай был в Днепре. Там получается, что тогда тот своих сослуживцев расстрелял пятерых человек. Это вот сколько меньше месяца прошло. А потом, когда стали расследовать, в части было еще в последнее время два самоубийства срочников военнослужащих. Ну, то есть, надо наводить порядок. А что они хотят? Это вот, видите, вот фотография, как на тер оборону или на эти вот сборы призывают, что вот еще есть эти пулеметы Максим 100-летней давности. Видать, безотказные. А так, форма, конечно, красива. Все, все хотят отдать долг, защищать родину. Но надо, чтобы был кругом порядок. А что так вот эти неуставные взаимоотношения? Ну, введите, что подрыв обороноспособности страны. Давайте сразу 10 лет в лагерей трудовых. А командиру части или роты, кто не принял, это сразу 3 года и увольнение с армии. Ну, что это нельзя на это? Есть для этого уголовный кодекс, который может наказать и все это прекратить в одну неделю. Примите эту статью 10 лет за неуставные взаимоотношения. Ударил военнослужащего другой военнослужащий, покалечил 10 лет от 15. Все сразу, без всяких амнистий, без ничего. Тому начальнику взвода с армии уволить и срок дать, начальнику роты дать срок. Это что ж это отдавать людей на калечения. И тут тоже вот видите, как об атмосфере в обществе говорится такая фраза. Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать. Вот армейские будни, вот тоже фотография. Армия, машина, вот они перепроезжают. Должны дружить они все. Что это? Ну, ты прослужил там чуть больше. Ну, чего ты его обижаешь, того военнослужащего? Вы должны быть одним коллективом. Это касается любой страны, любой армии. Ну, как это так? Что это за дедушки? Появилась вот эта зэковскую, принесли в армию в 60-х годах, наверное, эти неуставные взаимоотношения. Уже полвека прошло, а воз и ныне там. Надо что-то принимать, какие-то меры. Что это вот так вот оно все идет? Напишите, что вы думаете об этом в комментарии. Просто вот такие два случая в Украине. Сегодня новости глянул, что вот такое случилось. Ударил сапочкой, все, воспалилось. А ему не поверили, что он, больно ему, что надо отлежаться. Спрашивает, чем тебя лечили? Он говорит, анальгином. Все лечится в армии анальгином. Ну, что это такое? Ну, получается, не медобслуживание, ничего. Что это, тюрьма или что? Они пошли защищать страну. Так такое, соответственно, должно быть к ним уважительное отношение к военнослужащим. Хоть он рядовой, хоть он ефрейтор, хоть он сержант, хоть он младший лейтенант.